Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 марта и хочу я снова поговорить с вами про изменение цвета листьев, формы листьев. Вот вчера я выложила видео, чем конкретно подкормить, если лист например желтеет или загибается, там внутрь есть кучерявица, все. И несколько дней назад я выложила видео тоже про изменение цвета листьев. И вот я начинающим огородникам советовала, если у вас лист, видите, что он изменяет цвет, изменяет форму, я говорила, пользуйтесь пожалуйста таблицами, которые составляли ученые, где есть признак дефицита, как устранять все. Я тогда не стала конкретно показывать, но сейчас я поняла, что некоторые люди до сих пор не пользуются этими таблицами и даже не знают. Вот когда я вчера, ладно не буду про вчерашний, просто набираете в строке поисковика вот этого, как он называется, не знаю. Я вот набрала недостаток элементов питания у томатов, справочная таблица. Их выскочит очень много, 10, 20, 30, несколько тысяч и все они почти одинаково. Написано, справочная таблица недостаток питательных веществ у томатов. И смотрите, какие могут быть недостатки, вы увидите, что здесь не только наш азот фосфор и калий, которые у нас всегда на слуху, тут магний, цинк, молиден, кальций, бор, серый, железо, медь, хлор. Ну короче, очень-очень много и начинаем. Вот про то, что я вчера говорила, что если лист желтеет, то обычно это недостаток азота. Ну в том случае, конечно, если у вас и света достаточно и все эти вот, все условия соблюдены, но все-таки он желтый. И подкормка, мочевина, про которую я говорила, тут написано 1 столовая ложка на 10 литров воды. Я хочу сказать вам, что если вы подкармливаете первый раз и боитесь, то лучше вот эту дозировку, которая указана в таблицах, делать в 2 раза меньше. Ну все, и вы пошли по таблице. Вот смотрите, у томатов желтеют, опадают старые листья, все-все-все прочитаете. Как устранить, например, мочевиной, это карбамид. Сейчас я покажу, как он выглядит, потому что некоторые не знают, что такое мочевина, потому что он подписан на пачке карбамид. Потом недостаток фосфора, про что я говорила. Вот бордовые листья делаются такие с синим отливом. Фосфор с содержащими удобрениями. Суперфосфат, это вот вытяжка из суперфосфата, про что я говорила. Настаивают, там сколько на ночь обычно. Разводят, подкармливают все. Калий, магний, все-все вот это вы посмотрите, какие у вас изменения от цвета листьев. И тут еще немножко для тех, кто совсем, наверное, не в теме. Вот говорится, что важно знать, что дефицит таких элементов основных, вот как азот, фосфор, калий, сначала проявляется на старых, на нижних листьях. А недостаток всех остальных микроэлементов на более заметных, на молодых листьях верхушечных. Некоторые пишут, вот у меня молодые побеги, вот эта точка роста там, например, начинает, ну, портиться. Тоже есть своя причина. Посмотрите по таблице, увидите. Есть, тут написано, если не хотите минеральные удобрения, которые вот здесь указаны в таблице, чем можно заменить, написано в качестве азотных. Это вот трава, я говорила, что вот эти зеленые подкормки, биогумус, я тоже говорила, что биогумус. И для обеспечения растения калием и фосфором можно провести корневые, внекорневые подкормки древесной золой. Когда я посоветовала в своем видео золой, делать опрыскивание золой, чтобы фосфором обогатить, несколько человек написали, а разве в золе не калий, а фосфор? И вот из этого я поняла, что некоторые люди действительно такие начинающие, что даже не знают, ну, как состав золы. Да, там есть и калий, есть и фосфор, но это единственное доступное для всех бесплатное вот такое народное средство удобрения, где есть фосфор. Но я, конечно, не имею в виду рыбную муку, потому что рыбную муку тоже где-то надо приобретать. Но если у вас фосфора не хватает, всегда пользуемся золой. Ну, там есть и калий, да, и вы правы. Но я именно говорила, как восполнить фосфор народными средствами. Ну и тут про кальций, про измельченную яичную скорлупу и про все на свете. Вот эта таблица для начинающих огородников, это у вас будет, должна быть вообще как настольная книга, потому что все наизусть, естественно, вы не можете запомнить все вот эти вот, вот целый этот столбик микро- и макроэлементов, каких не хватает. А здесь очень удобно, открыли, посмотрели. Если лист желтенький, значит азотными кормим. Если лист, например, такой сине-фиолетовый, значит фосфоросодержащими кормим. И так дальше, пошли, пошли, пошли вниз. Все. Сейчас я покажу вам эту пачку мочевины, потому что некоторые не знают, что такое мочевина. Еще раз повторю, он подписан как карбамид. Все, и будете тогда вы разбираться и в удобрениях, и в подкормках, и во всем. Единственный совет, если минеральными будете подкармливать, только по увлажненной почве, по сухой нельзя. И желательно для молодой рассада делать дозировку вот этих минеральных удобрений все-таки в два раза меньше, чем указано на пачке. Вот так у нас выглядит та самая мочевина, которая рекомендуется при азотном голодании. То есть это в магазине он назван карбамид. И это однокомпонентное удобрение, где только азот. Содержит очень большой процент азота, 45-46. Применяется в очень маленьких дозах. В основном для вне корневых подкормок, опрыскивания, тут все. Но вы купив его, если вы решите восполнить дефицит азота вот именно карбамидом, вы все здесь внимательно прочитаете. Классический такой рецепт, это 1 столовая ложка, ну тут вот все указано, 20 грамм это 1 столовая ложка. 1 столовую ложку на ведро воды разводят и применяют. Все здесь, все обязательно нужно прочитать всю инструкцию перед тем, как применять. Единственное, что я хочу повторить, если используете на рассаду, то обычно делают дозировку в 2 раза меньше. И только по влажному грунту, ничего сложного в этом нет. Все, вот это основное, самое распространенное удобрение, азотосодержащее. Им могут воспользоваться те, у кого нет пока ни перегноя, ни травяных подкормок. То есть природного азота вы не можете исследовать растениям, а грунт такой бедный, без азота. Но без азота тоже растение не может расти. Но эти растения везде предупреждают, что на томатах нужно применять с опаской, чтобы не вызвать жирование. Все.